Всем привет, друзья! Пожалуйста, подпишитесь на новый канал, ставьте лайки или дизлайки и поделитесь вашим комментарием. Несмотря на карантин, веденный из-за пандемии коронавируса, Мария Максакова не сидит без дела. Скандально известная оперная дива записала и обнародовала песню «Пандемия любви». Примечательно, что артистка сама написала эту музыкальную композицию. Причем сделала это не в форме привычных ей арий, а в попсовом стиле. В сети новое творение Марии Максаковой находится в свободном доступе. Там же можно посмотреть и на реакцию слушателей. Почему-то подавляющее большинство отнеслось к песне артистки негативно. Дескать, эта композиция куда больше подошла бы группе «Виагра», нежели серьезной оперной исполнительнице. Других смутил видеоряд, сопровождающий песню. Мария Максакова обнародовала трек, дополнив его своей пикантной фотосессией. На одних снимках артистка предстала в прозрачном платье, на других – и вовсе без одежды. Автором этих горячих кадров стал известный фотограф Владимир Широков. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что на фото Мария Максакова выглядит гораздо стройнее, чем сейчас, хотя и в настоящее время артистка может похвастаться подтянутой фигурой. Сам создатель голых снимков певицы признался, что фотошоп тут ни при чем. «Мы сделали большую фотосессию в студии, снимали много образов, в том числе для плакатов, она там была в одежде. А в финале сделали кадры легкие, нежные, не одетые», – сообщил фотограф. Он рассказал, что давно дружит с Марией Максаковой, она попросила снять ее в стиле ню, и хотя это не его жанр, все же согласился. Итогом работы оба остались довольны. Вот только нюанс, эти фотографии были сделаны не сейчас, а несколько лет назад. Мне кажется, это был момент ее депутатства. Но мы делали это для личного архива, Маша очень просила это нигде не публиковать. Я передал все кадры ей. Она выдержала почти 10 лет, может быть чуть меньше, лет 7, и вот вы их увидели. Заключил Владимир Широков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова